Как вы к этому относитесь? Скажите свое мнение! Мы против! Эта встреча в Салават-Купыре собрала почти 500 человек. В начале мирный сход к середине страсти накалялись, но и разошлись. Они так же быстро, как и собрались. У этой встречи свои организаторы, свои молчаливые наблюдатели и свои так называемые крикуны, которые в основном и управляли сходом. 10 километров по дороге и вдвое меньше, если по прямой и последствии горение от завода, а следом и запах. Опасаются жители, до них будут доноситься постоянно. Здесь не знают, каким будет состав и какие от всего этого будут побочные эффекты. У нас и так экологически очень серьезный здесь объект. Есть оргсинтез, ТЭЦ рядом, мусоросжигающий завод. Это будет слишком. Это будет крематория для всех жителей. Однако жителям готовы возразить профессиональные экологи. Их не проведешь. Они понимают, власти на такой риск бы не пошли. Слишком дорогой и стратегически важный объект. Если завод построен правильно и грамотно, ущерба, и я консультировалась и с медиками тоже по этому вопросу, ущерба для здоровья не должно быть. Отсутствует прямое горение, отсутствует выброс недогоревших газов. Я еще раз возвращаюсь к полигонам. Вот на полигонах происходит то же самое с точки зрения химии, физики, такое же горение, как в печах. Но здесь это все улавливается и очищается. Пример полигона – история Волоколамска. Годами накопленный мусор начинает бродить и гореть. Это уже неуправляемый процесс. Этого и хотят избежать в Казани. Вот то, что мы увидели в Волоколамске, вот это и есть самосыровская свалка. Только таких по городам и весям России не десятки, а сотни. Я понимаю, что диоксины дойдут. Как альтернативу заводу жители навстречу предлагают раздельный сбор и утилизацию мусора. При этом догадываются ли они, что путь к мусоросжигательному заводу не в качестве альтернативы, а в качестве обязательной стадии начинается с сортировки. И его татарстанцы должны пройти. Вопрос в том, как будут использовать. Вот здесь мы должны более конкретно контролировать. И самое главное – раздельный сбор мусора. Вот в этом вопросе мы должны очень четко и конкретно работать. По этому пути уже прошли такие страны, как Япония, Австрия, Швейцария, где мусор сжигают на заводах. Рядом с ними кафе, рестораны, гостиницы, а по самому заводу вводят экскурсии. И главное – завод не начнут строить, пока проект не пройдет все этапы обсуждения с населением. Президентом республики Татарстан поставлена задача привлечения общественного контроля к этому вопросу. Проект обязательно будет обсуждаться с татарстанцами, с активистами, обеспокоенными этой темой. Позиции руководства республики в вопросе внедрения новых технологий, средств в утилизации мусора сводятся строго к одной сути. Проект должен быть абсолютно безопасным как для экологии, так и для здоровья татарстанцев. На публичных обсуждениях будет возможность задать все вопросы. И общественность может взять в свои руки контроль за качеством и безопасностью проекта на всех этапах его реализации. Рамиль Шайдулин, Андерс Сентальцев, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин